МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «12 новостей республики» на телеканале «Регион-12». Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru В студии Виталий Рыжков. До конца текущей недели в Центрозбиркоме республики намерены подвести официальные итоги выборов, прошедших в минувшее воскресенье. В целом, единый день голосования в регионах прошел без интриг. Во всех 16 субъектах, где избирали губернаторов, победили единороссы, которые были назначены президентом, временно исполняющими обязанности глав регионов до выборов. Главной особенностью прошедших выборов стало снижение интереса к ним. Это общероссийская тенденция. В частности, в Мариел явка на выборах составила 43%. Причем на избирательные участки пришли в основном сторонники Александра Евстифеева, обеспечив ему рекордный уровень поддержки практически во всех районах республики. А самыми пассивными вновь оказались ешкаролинцы, две трети из которых проигнорировали выборы. Зато именно горожане продемонстрировали большую палитру мнений. Например, Альберт Федоров получил в городе более 7% голосов, чуть меньше в Медведеве. Наталью Глушенко поддержали почти 5% ешкаролинцев. Валентину Злобину тоже чаще всего поддерживали в столице республики. Избранный глава Мариел Александр Евстифеев вступит в должность 21 сентября. По сообщению пресс-службы правительства республики, церемония пройдет во дворце конгрессов. Как ожидается, в ней примет участие представитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе, главы соседних регионов, депутаты госсобраний Мариел, представители общественности. Александр Евстифеев на прошедших в единый день голосования выборах главы региона набрал более 88% голосов. 16 автомобилей скорой помощи получит Мариел до конца года. Напомню, что еще в мае прошлого года распоряжением правительства страны в адрес Министерства промышленности России было направлено более 3 миллиардов рублей из резервного фонда. Это средство на закупку автомобилей скорой помощи для организаций, определенных Минздравом России в субъектах федерации в соответствии с потребностями регионов. В текущем году предусмотрена поставка 1150 автомобилей скорой медпомощи в 75 регионах. Мариел получает 16 автомобилей. Наши ближайшие соседи из Нижегородской области, согласно планам, получат 25 автомобилей, Чувашская республика – 23, Кировская область – 18 машин. Автомобили скорой медпомощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей. Любовь к родному городу как основа для государственно-частного партнерства. Один из жителей Йошкаралы на собственные средства полностью благоустроил двор родного дома. Новый сквер стал одним из украшений столицы республики. Впрочем, это не все. Крупную сумму из личных средств горожанин собирается пожертвовать столичной мэрией на благоустройство других социально значимых объектов. Отмечу, что меценат – человек не публичный. И более того, попросил вовсе не акцентировать внимание на его персоне. О ситуации, когда патриотизм – это не просто высокие слова. В нашем следующем сюжете. Эта история началась год назад. Небольшая, около 30 соток территория, сразу между четырьмя жилыми домами в центре столицы, была захламлена и больше напоминала пустырь. Для ее благоустройства одной доброй воли и финансовых средств было мало. Процедура инвентаризации и составления проекта с получением необходимых согласований прошла достаточно быстро, благодаря поддержке и пониманию со стороны мэрии города. Достаточно сказать, что с территории, где раньше располагался детский сад, было вывезено около 300 тонн мусора. Специально продумали и покрытие пешеходных дорожек. Здесь все еще будет оседать, и поэтому мы дорожки делали вот такие вот отсыпка. Идет отсыпка гранитной крошкой. Гранитная крошка пришла с Урала. Деревья мы все привозили с крупных питомников, с Москвы, с Нижнего Новгорода. Мы для людей сразу же высаживали большие деревья. Цветочное озеленение. Часть цветов мы вырастили сами сюда. Мы заказывали вот эти вот скамеечки, урночки. Их разрабатывали специально под этот сквер, под людей, учитывая то, что здесь очень много пенсионеров, учитывая то, что здесь много деток. Мы углы все закругляли. Все пенечки здесь, вы видите, пенечки, они все отшлифованы, зашлифованы, покрыты специальными защитными материалами от дождя, от ветра, от грязи. Здесь все сделано для людей. Местные жители уже успели оценить произошедшие изменения по достоинству. Тем более, что они еще не забыли, что здесь было раньше. Очень хорошо, что из помойки сделали конфетку. Сюда приходят отдыхать люди, вспоминая свое детство, которые жили в этих деревянных домах. И они удивляются. А здесь у нас это стояло, а здесь это. И вот это воспоминание их, они передают своим детям, своим уже внукам. Кто здесь живет, кто много лет здесь проходит, видел, какая-то была грязная помойка. Куда ходили бомжи, свою нужду справлять. И что стало сейчас. Мы очень благодарны. Сюда будут прибегать дети, играть, проводить здесь время. Здесь рядом школа, садики. Здесь негде было погулять с детьми. Да просто присесть с бабушками. Выходят во двор и не знают, куда присесть. Видя такую инициативу снизу, управляющая компания не осталась в стороне. Тем более, кстати, пришелся здесь и один федеральный проект. Так как я являюсь координатором федерального проекта «Управдом», то, соответственно, мы как раз рассматриваем вопросы по взаимодействию граждан с инициативной группой, для того, чтобы они помогли в решении вопросов, в том числе, касающихся благоустройства придомой территории. Активные люди вышли, помогли, за что им очень большое спасибо. Что же касается городских властей, то здесь их усилия по развитию муниципально-частного партнерства получили реальное воплощение. Такой пример должен быть заразителен. Именно так, не на словах, а на деле, и надо помогать своему родному городу. Не секрет, что очень много сейчас у нас планов, которые трудно реализовать из-за отсутствия бюджетного финансирования. Но в нашем городе живут люди, которые неравнодушны, которые наш город любят, которые делают дело и свои заработанные деньги не вкладывают во двор. Вот пример от этого двора, где муниципальный бюджет не потратил практически ничего. Все сделано неравнодушным жителем города Ишкалилы, который вот такой прекрасный оазис создал в своем дворе. Еще один важный момент. В наше время добрые дела делаются. К сожалению, это стало почти нормой при большом стечении народа и в присутствии прессы. А имена добродетелей ретранслируются везде, где только возможно. Здесь же ситуация иная. Инициатор всех произошедших изменений пожелал остаться неизвестным. Он остался, пожалуй, остаться незаметным. То есть, да, он ни перед кем не вострубил перед людьми, да, вот то, что он сделал вот такое доброе дело, да, но остался незаметным. Так вот, он ради других пожертвовал своими средствами для того, чтобы другим было хорошо. Не является это ли примером особой любви к ближним своим, как и Господь говорит об этом. Городские власти надеются, что это начало целой цепочки по-настоящему добрых дел, которые помогут придать столичным дворам по-настоящему опрятный и уютный вид. Для этого и надо-то немного. Добрая воля, отсутствие бюрократических проволочек, полностью целевое расходование средств и посильное участие жителей этих самых дворов. Все эти слагаемые в наличии. И, возможно, в скором времени прекрасная традиция обустройства собственного двора меценатами и неравнодушными людьми станет не только примером для подражания, но и нормой жизни. Народный контроль в действии. С начала года в Ешкарале более 250 нарушителей ПДД привлечены к административной ответственности по информации, поступившей от граждан в группу «АвтоХам» в Ешкарале. Напомню, что уже в течение двух лет в одной из популярных социальных сетей существует группа активистов, участники которой фиксируют нарушения и выкладывают их на странички группы, в том числе для того, чтобы привлечь внимание ГИБДД к злостным нарушителям. Как выяснилось, чаще всего ешкаралинские автомобилисты совершают следующие нарушения. Это остановка или стоянка машин на пешеходном переходе, нарушение правил парковки, проезд на запрещающий сигнал светофора, поворот налево или разворот нарушения дорожных знаков или разметки. Нарушения эти самые распространенные, но далеко не безобидные, так как очень часто приводят к возникновению аварийных ситуаций. По данным ГИБДД республики, по итогам 8 месяцев года из-за несоблюдения водителями правил расположения транспортного средства на проезжей части произошло 80 аварий, в которых 11 человек погибли и 137 получили травмы различной степени тяжести. Напомню, что самые опасные и странные нарушения из тех, что присылают автолюбители в группу, вы можете увидеть каждую пятницу в рубрике «Автохам» на телеканале «Регион-12». Жители Мариел выберут лучшего участкового уполномоченного республики онлайн. Накануне стартовал ежегодный всероссийский конкурс «Народный участковый», который проводится с 2012 года и призван сделать работу полицейских более популярной среди граждан страны. О том, где искать лучших участковых республики и как за них проголосовать – в нашем следующем сюжете. Конкурс «Народный участковый» традиционно предусматривает три этапа. С 11 по 20 сентября будет проходить онлайн-голосование на районном уровне. Региональный этап запланирован с 7 по 16 октября, а его победитель примет участие в финале конкурса, который пройдет также в форме онлайн-голосования. Победителями последних двух конкурсов стали у нас, нужно отметить, участковые межмуниципального отдела «Космодемьянский» – это Погудин и Ерошкин. Здесь нужно отметить, что до этого также победителями становились участковые Медведевского отдела полиции, Мариторекского отдела полиции. Чтобы жители Мариел смогли получить полное представление о каждом из претендентов на звание «Народный участковый-2017», на сайте Республиканского МВД будет размещена информация об их профессиональном опыте и достижениях. Если участковый полномоченный проводит все свое основное время в населении, рассматривает их жалобы, обращения, оказывает помощь, я думаю, что вот это и создает авторитет службы. И, соответственно, победители уходят те, кого действительно знает население, и поэтому конкурс проводится путем именно голосования населения, то есть граждане выбирают «Народного участкового». Соответственно, это оценка деятельности службы участкового. Наименьшее число голосов набирают участковые, которые, к сожалению, не так активно работают в жилом секторе. Имя победителя Всероссийского конкурса «Народной участковой-2017» назовут в канун профессионального праздника участковых уполномоченных полиции – 17 ноября. Знаю. Знаете? А приходилось обращаться за помощью? Нет. А как тогда познакомились? Просто есть вывеска, что в этом районе работает этот участковый. Ага. Знаете? Не знаю. Не знаю. Никогда не приходилось обращаться? Не сталкивалась с ней и не приходилось обращаться. Нет. Участкового медицинера? Да. Никогда не сталкивались? Нет. И объявления не видели в подъезде? Кто у вас? В Тарханове мы живем. Не видела? Да, конечно. Никогда не встречались? Не знаю. А информация какая-то в подъезде может быть бесит? Нет, ничего вроде бы нет. Только пожарный стенд и все. Ну, он повесил там объявление, что там-то работает. Вот я один раз видел, его больше не видел. Своего знаю. А где вы живете? Севастополь. У вас как-то участковые ходят по домам? Конечно. А расскажите, как это бывает? Как бывает, приходят участковые, представляются, говорят, что данный участковый работает на данном участке. Соответственно, оставляет свои координаты для обращения к нему в случае необходимости. День памяти жертв фашизма. День памятников, мемориалов и кладбищ. Именно в этот день принято ухаживать за безымянными заброшенными братскими могилами. Тепло возвращается. Завтра наш регион окажется в теплом секторе циклона. Ночью местами сгустятся туманы, а днем будет ярко светить солнце. Термометры поднимутся выше 20-ти градусной отметки. В четверг, 14 сентября, под влиянием холодного атмосферного фронта, погода станет неустойчивой. Местами пройдут коротковременные грозовые дожди. Возможно, шквалистые усиления ветра до 18 метров в секунду. А в пятницу снова установится теплая солнечная погода. По предварительным прогнозам, в выходные дни в Мориал станет прохладнее. Днем будет 15-20 градусов тепла. Но атмосферное давление останется повышенным. Поэтому существенных осадков не ожидается, и бабье лето продолжится. Информационная программа «12. Новости республики» продолжается. Выпуски Мориал ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также на нашем ютуб-канале и группах ТВ «Регион-12» в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok